Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава первой книги царей или царств рассказывает о том, как Израиль захотел стать монархией. И об этом для библейского портала экзегет я почитаю свой перевод. А чего им не жилось без монарха? Вот, казалось бы, много есть стран сейчас, где монархии нет. Нет центральной фигуры. Но дело в том, что не было не просто монархии, не было государства, не было какого-то центрального аппарата, не было, ну, скажем, полиции, хотя, конечно, полиции тогда нигде не было, и у израильтян не будет, но неких сил правопорядка, которые могли бы следить за соблюдением законов и всего остального, каждый делал то, что считал справедливым. Рефрен в завершающей части книги «Судии». И мы видели как раз на примере первых семиглав книги «Первый царств», что это приводило к самым разным злоупотреблениям, потому что каждый устраивался как-то на своем месте, как считал нужным сыновья. Или, например, священники занимались тем, что отнимали жертвенное мясо и развратничали с женщинами, которые собирались в святилище. А кто им мог запретить? Или их отец был стар и не хотел, а больше над ними авторитета никакого не было. Вот вообще-то для этого нужно государство. Тогда государство было только монархией. Но государство означает утрату тоократии, утрату возможностей непосредственного управления Богом. Если страной правит царь, то Бог в каких бы отношениях он не был с царем, но как бы смещается с этого законного места. Вот как израильтяне этого захотели, в 8 главе я прочитаю. Когда Самуил состарился, он поставил вождями в Израиле своих сыновей. Уже состарился Самуил. Смотрите, вся его жизнь прошла практически. Мы видели его маленьким мальчиком совсем недавно. И вот он уже старик. И так мало подробностей. Потому что, хотя он и главный герой этой части книги, но не он главная историческая персона. Он скорее тот, кто позволяет родиться государству израильскому. Он поставил вождями в Израиле своих сыновей. Ну, фактически за рождение монархии. То есть власть, которая передается по наследству. Имя старшего была Юэль, младшего Ави. Они были вождями в Бершиеве. Но они не шли по его стопам, а погнали за наживы. Стали брать подношения, возвращаясь в правосудие. Ну, еще бы с таким папой. И кто тебе откажет? Что хочешь, то и делаешь. Легко поджить в свое удовольствие. Все старейшины Израиля собрались и пришли к Самуилу в раму. Они сказали ему, ты уже состарился, а твои сыновья не идут по твоему пути. Так поставь царя над нами, чтобы он правил, как водится у прочих народов. Не понравились Самуилу их слова. Поставь над нами царя, чтобы он нами правил. И стал Самуилу молиться Господу. Ну, здесь можно сказать, Самуилу не понравилось то, что он своим детям хотел эту участь приберечь, быть монархами фактическими, может быть, неформальными. Но у Господа есть свой взгляд на все это. Господь ответил Самуилу, прислушайте ко всему, что говорит себе народ. Ведь это не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне не царствовать над ними. Как поступали они с тех самых пор, как я вывел их из Египта и до сего дня, как они оставляли меня и служили чужим богам, так поступают и с тобой. Так что прислушайся к их просьбе. Только сразу объявим, как именно станет править ими царь. Что значит они отвергли меня? Вот то, о чем я сказал вначале. Теократия. Господь правит своим народом, непосредственно выражая свою волю через пророков, священников и так далее. Зачем? Пусть лучше будет царь. Политическая воля, политическая мощь. Как у всех народов. Чем мы хуже? Мотивы, которые очень часто в истории срабатывают. Самуил пересказал народу, просившему у него царя, все слова Господни. Он сказал, вот как станет править вами царь. Возьмет ваших сыновей, посадит на свои колесницы, назначит свою комницу. И перед колесницами его они побегут. Назначит он себе начальников над тысячами воинов и над пятидесятками. Будут ваши сыновья засевать ему поля, убирать его урожай, изготавливать воинское оружие и колесничную упряжь. А дочерей ваших он отправит готовить с надобью, варить пищу и печь хлеб. Заберет он у вас лучшие пастбища, виноградники, оливковые сады, чтобы отдать их своим приближенным. От вашего зерна и винограда возьмет десятую часть, чтобы отдать своим военачальникам и приближенным. Ваших слуг и служанок, лучших ваших юношей, даже ослов заберут у вас себе на службу. Вы отдадите ему десятую часть своих стад, сами станете его слугами. Тогда поднимите плач из-за царя, которого вы для себя избрали. Ну, не ответит вам тогда Господь. Все понятно. У всего есть своя цена. Государство вообще очень затратная штука. Налоги, повинности, обязательная служба, а значит и возможность для коррупции, обогащения, угнетения простых людей. Все это будет с самого начала ясно. Но зато внешняя мощь, зато не как у других народов. Интересно, что израильтян вовсе не главная проблема беспокоит. Не то, что без царя несправедливости слишком много, что если нет центрального аппарата управления и какого-то единого суда, то каждый делает то, что считает правильным, а это значит разброд, анархия и все такое прочее. Нет, им больше интересно это внешнее благополучие, этот внешний блеск. Но народ не стал слушать Самуила и сказал, нет, пусть над нами будет царь. Будем и мы, как все прочие народы. Станет править нами царь, и на войне он пойдет первым за нас на бой. Самуил выслушал речи народа, пересказал их Господу. Господь ответил, прислушайте к их словам, дай им царя, а и делайте, что хотите. Тогда Самуил сказал израильтянам, ступайте каждый в свой город. А почему сразу не дал? Почему не провел всеобщие выборы или не назначил своих детей царями? Ну, положим, детей не очень получилось, мы же читали, что они не шли по его пути. И вот как раз это причина, по которой израильтяне хотят царя. Но почему бы не сделать это сразу? Потому что все-таки вот на данный момент Израилем управляет Бог. И значит, он и должен этого царя избрать. Это нельзя сделать просто так вот, кто приглянется, кто там заморочит голову избирателям своими обещаниями. Это должно произойти как-то иначе, как нам расскажет 9 глава. Субтитры создавал DimaTorzok